Хотя супермаркеты сети Amstore больше полугода не работают, многие сотрудники продолжали выполнять там свои функциональные обязанности. Только вот уже три месяца за свой труд люди не получают ни копейки. Каждый человек выходил на свою должность, как полагается, охрана регулярно. Некоторым сотрудникам было предоставлено выходить раз в неделю, два раза в неделю. Все исполнение с нашей стороны было сделано, но со стороны руководства получается практически три месяца мы без зарплаты. Ирине неуверенность в завтрашнем дне надоела. 30 июня она решила уволиться с работы, но расчетных денег так и не получила. Как и большинство экс-сотрудников, Ирина не знает, удастся ли вернуть заработанное. Я обратилась, естественно, к управляющему, он говорит, деньги будут, когда неизвестно. Многих сотрудников технически уволили еще 22 декабря 2014 года. Вместо трудовых книжек людям сделали дубликаты. Будут ли иметь какую-то юридическую силу такие документы, они не знают. Ведь видели их всего один раз в жизни. Нам только выдали для того, чтобы мы поставили подпись и все. А так, чтобы, например, дальше кому-то что-то устроиться, либо дальше, например, до этого момента никто трудовые книжки не мог брать. Установить конструктивный диалог с руководством людям не удается. За полгода конфликт себя не исчерпал, а только оброс новыми неприятными фактами. Мы обращались, звонили, трубку не поднимают. Как они нам рассказывают? Мы разбираемся. Но дело в том, что мы уже знаем, что 27 числа наш управляющий нашего амстора номер 19 уезжает к себе на Киев. Кому мы тогда будем претензии предъявлять, мы просто не знаем. Искать правду люди решили в прокуратуре. Сегодня в общей жалобе они обратились в правоохранительные органы, чтобы те дали правовую оценку. Сейчас там переписываем шапочку, все полностью, подписываемся и отдаем туда дальше на рассмотрение. Прокурора в данный момент нет, но я думаю, что мы кого-то найдем. Как нам сообщили в пресс-службе прокуратуры, все заявления передадут в милицию, где находятся документы по этому делу.